ну во время пример пример в следующем году через полгода я бы сказал что не разрабатывать в планах есть в следующем году возможно следующем ну когда вы перейдете к этому вопросу что интересно ну когда если будет необходимо потом я еще что вот на что хотел обратить внимание да вот систему взаимодействия с резидентами о которой вы говорили я так понял эта тема интересная и востребованная но в то же время просто так реализовать реально сложный проект вот мы посмотрели и как бы да да не потянет как бы одни вот если начнется делать не потянет не вопрос если все уэзы с рабочую группу сделают общую скинуться бюджетом то все реализуем методология у всех одна здесь болезнь на самом деле заказчик он довольно широкий тут можно больше сказать что вот когда написано на путь для проекта да вообще инвестор и и струйка и любого района когда эта система будет в нескольких регионов будет видно куда ушел резидент он в другом региону проект организовал поэтому перестал выходить На самом деле, когда я думал, что говорить о этой системе взаимодействия с резидентами, я тоже хотел, например, с дослугами привести, потому что там реально удобно эти процессы все выстроены, пошаливаются. Тут еще есть момент эксплуатации, опять же, если резидент подключился, уже все, начал работать, вот этот путь прошел, путь инвестора, там возникают уже моменты по эксплуатации, тут тоже такая система была бы не лишней, то есть резидент может зайти в свой личный кабинет, посмотреть договоры, какие заключены у него с управляющей компанией, когда заканчиваются договоры, посмотреть, какие платежи можно осуществить, какой расход был бы по счетчикам. Вот на основе концепции мы у себя портфель IT-проектов сформировали, расставили приоритеты и портфель проектов сформировали. Для того чтобы, ну довольно сложно дать оценку как бы рентабельности, эффективности отновидения информационной системе, поэтому выделили, ну какую-то простую экспресс-оценку ввели у себя, то есть несколько показателей взяли, количество пользователей, там чистота использования, уровень проекта по сложности, влияние на принятие управленческих решений. Эти показатели ранжируем, смотрим у IT-проектов какие баллы набрались, ну и соответственно у проекта с высокими баллами смотрим. Можем мы сейчас это выбирать или там стоит заложить, на следующий год возможно в бюджет. По управлению, ну это теория маленькая, как бы, по управлению IT-проектами, как бы заморачиваться не стали, есть госты по проектному менеджменту, и вот с портфельом IT-проектов то же самое, то есть генеральный директор, по идее, должен выступать драйвером изменений, да, устанавливать стратегические цели, портфель проекта должен этим целям соответствовать, есть руководитель проекта, который генеральный директор подчиняется, и руководители проекта. Продолжение следует... Субтитры ссылки и монтажер% Такие мысли по поводу требований к информационной платформе. Вот здесь они перечислены. Это открытость платформы, то есть логично выбирать интеграторов, которые предоставляют открытый код. Ну, не привязываться к одному интегратору, короче говоря. Кросс-платформенности, то есть чтобы Windows, Linux поддерживались различные СМБД, потому что сейчас импортозамещение. Не только MS SQL использовать, можно и Postgres SQL использовать. Платформа, это я говорю про общую платформу для этого всего. Платформа должна поддерживать мобильность, потому что мир динамичный, люди из дома работают, так будет быстрее. Эти проблемы по-разному решаем. Мы мобильные клиенты найдут, документы оборотов тоже есть. И ноутбуки специально закупили с сим-картами, чтобы постоянно была связь, можно было подключиться к себе на рабочий стол. Я извиняюсь, вы все-таки за разработку платформы, да? Не за использование, например, каких-то масштабных продуктов, типа, где доски? Наоборот, наоборот. За интеграцию. Я считаю, да? Ну, индустриальные парки, вы вот сами удивляетесь, тысяча человек, это много, да? Ну, индустриальные парки, это не та компания, которая должна заниматься разработкой программного обеспечения, у нее другая специфика. Понятно. Поэтому типовые решения… Нет, вопрос можно… Разработкой будет заниматься специализированной организацией. Вопрос брать за основу типовые решения, как конструкция, и потом просто… Или заказывать новую систему. Да, или заказывать новую систему. А если мы на вот эту архитектуру посмотрим, то увидим, что, в принципе, тут вот эти все блоки… Они все есть решения. Все есть, решения. Только надо шлюзом интеграться, да? Единственный вопрос вот с этим. Большой вопрос с тем, что мы перед этим презентовали. То, что ее, по сути, надо разрабатывать. Ну, ее можно, на самом деле. Хотя, в принципе, нет, зашить можно. Я имею в виду, сама платформа, в принципе, есть готовые шаблоны в проектном управлении. Можно их взять за основу, атактировать, но это очень большой вопрос. Удрать готовые решения или разрабатывать с меня? То есть, то, что… Веда у госуслуг – это жесткая система. А система, про которую ты рассказывал, она вариативная, а во-вторых, она гибкая. То есть, возможно, перешагнуть этап или другую ветку… Ну, есть решения, которые уже готовы. Решения по трейдингам проекту. Я потом откуда же расскажу. Давайте, да, обсудим сейчас, потом отдельно. Потом. У платформы высокие интеграционные возможности. должны быть. Но это как раз из-за того, что бизнес-процессы сквозные. Удобный интерфейс – это понятно. Вот точки оптимизации затрат как бы я выделил тут для индустриального парка, да, для нового, допустим, который создаётся. То, во-первых, наличие стратегии – это как раз относится к вопросу роста компании. Вот мы, когда изучали блок управления закупок, как бы хотели у себя объявлять блок управления закупок, ездили по разным организациям, и по крупным организациям смотрели проекты от разных интеграторов, и проблема выявилась какая? У крупных организаций, ну, вообще, у организаций, которые растут. Вот как раз блоки разные внедряются в разное время, и без какой-то IT-стратегии эти блоки выбирает стекхолдер, то есть нужно было казначейство внедрить. Внедрили казначейство то, которое хотел там финансовый директор, нужно было внедрить в правильные закупки, внедрил, начальник там службы закупок. Потом эти системы, оказывается, нужно интегрировать между собой, оказывается, платформы разные, начинаются дополнительные затраты, поэтому, ну, проще добавилось отбирать, нужно найти же. Я вообще, честно говоря, думал, что у них все проще. Управляющая компания ставит САП и пишет на заборе, все наши резиденты пользуются САПом, и проблем нет. Что-нибудь типа этого. Мы же не можем диктовать резидентам, какими ему САПом пользоваться, там отдельные юрлицы, они сами выбирают, тем более иностранные. Конфетку надо показать какую-то, что им будет за это. Ну вот, как бы, наличие стратегии, как бы, ведет к снижению совокупной стоимости владения. Ну, у нас 1С. Почему 1С? Потому что, почему вы знаете, да? Цена, разговаривающие специалистов, куча интеграторов, причем компетентных интеграторов. Беда, я так понял, в том, что у резидентов не 1С. Нет, Сергей, у них нет задачи пока по поводу резидентов отработать. У них именно управляющая компания. А, я понял, что процессы взаимодействия с резидентами, там основное... Да, взаимодействие. Он говорит, что они просто отдают информацию от себя, то есть длительность договора, задолженность текущую. Это 1С спокойно переваривает. И даже не нужно на той стороне иметь Я так понял, боль-то в том, что координация работы между резидентами управляющей компанией, взаимообмен информацией... А вот это... Еще раз. Сергей, я сформулирую. Я так понял, речь не об автоматизации процессов у вас управляющей компанией. Ваша цель – координацию с резидентами наладить, чтобы они выгружали свои данные к вам, например, вы управляли этим процессом. И, в свою очередь, обратный поток какой-то был, да? Это один из вопросов. А вот в целом, вот эта вот архитектура, она к управляющей компанией относится? Ну, извините, вот здесь резиденты, вот здесь резиденты, здесь резиденты, здесь резиденты, здесь резиденты, нет, здесь с резидентами. Там нет, это внутренняя. Это внутренняя архитектура. А зачем вам тогда единый НСИ? Я так понял... НСИ... Ну, хорошо, но задача тогда следующего порядка – НСИ единый с резидентами, чтобы вот тонны штуки, километры и единообразно мерили. Они вам дадут в киловатт-часах, а вы попросите в мегаваттах. Конфликт. Они отключились, присоединились к елабужской подстанции. Ну, да-да-да, запрессуют. Здесь вот это НСИ – это вопрос внутренних. То есть у нас нет задачи с резидентами. Ну, киловатты там и единицы измерения – это не такое большое спрашивание, чтобы какие-то проблемы возникли с интеграцией. Вот, извиняюсь еще назад, вот как можно бюджетировать управляющей компанией, не зная планов развития резидентов в собственной территории? Тут везде с резидентами связка. Олег, давайте сейчас будем обсуждать уже в рабочих группах. Вот дальше. И точку роста, собственно, в виде мультиризации бизнес-происки. Инициатива какая? Вот я с ГИСИПО взял, да, сколько у нас индустриальных парков в России? 275 действующих и салтоваемых. Собственно, инициатива – это разработка какого-то стандарта по информационным системам, чтобы для нового региона, который собирается индустриальный парк создавать… Каковое решение? Как раз это самое самое? Да, для того, чтобы на старте иметь представление о том, на каких этапах какие системы будут нужны, посчитать капекс, опекс. Тем более, зная, какие функциональные системы будут нужны, опять же, можно смотреть уже на то, какие сервера закупать, или, может, стоит где-то 20%. Я так понимаю, Вы интересовались, как у других особых столичных зон обстоятельств делают, да, с автоматизацией? Да. Они каким-то образом могут быть Вашими со-заказчиками процесса? Ну, по идее, наверное, могут, если мы перед собой такую задачу поставим, и, может быть, в виде экспертизы какой-то, не знаю, консульционной. Вот на такой уровень понимания вышли всего нескольких площадок. Те, что произошло? Почему они к этому пришли? Потому что парк заполнен. К этому придет вот 275 парков, это действующих и создаваемых, я могу сразу сказать, из них больше половины создаваемых парков, они еще очень далеки от этого. Количество парков, рост, количество парков продолжается, продолжится еще года два-три, наверное. Мы увидимся вокруг по стране на сумму где-то, ну, 350-400 индустриных парков будет. После этого они перестанут создаваться, потом еще несколько лет они будут дозаполняться и дойдут до этой стадии. А потом начнут создаваться резиденты, которые туда войдут. И тут возникнуть массовый спрос на вот такую историю. Потому что тогда все задумываются, окей, мы привлекли инвесторов, ну, то есть мы что делали? Мы раньше просто были средские, мы бегали, привлекали, привлекали. Сейчас мы начинаем сталкиваться с тем, что продвинутые площадки, которые заполнили там тысячу гектарей там свои, ну, кого-то в слоге, они поняли, что они переходят на следующий этап. Они начинают понимать, как манжелить процесс заполненного парка. То есть они теперь, уже надо чем-то заниматься, либо новое авто надо искать. И придумать все новые задачи. По сути, новые задачи – это новый бизнес внутри заполненного парка. Ты понимаешь, что тебе надо переключить команду из просто… Стройки, эксплуатации. Из продажи, да, и привлечения, в просто обслуживание очень сложных facilities и подействия в большом комплексе резидентов. И вот тут возникает пристроение. Поэтому мы сейчас это поймали, но там уже несколько лет это будет постребовано, просто, ну, десяток рублей. Спасибо большое. – А можно Вам в вопросе по второму слайду? – По второму? – Больше второй? – Синенький вариант. – По-меньше. – Нет, второй, второй, номер два. – Номер два. – Причем желательно коробки. – А что это имеется в виду? То есть Вы хотите создать еще какие-то площадки, да, под брендом «Алабки», да? Что это значит? – Ну, вот сейчас у нас есть служба, которая занимается тем, что ездит по регионам, общается с руководством регионов, для того, чтобы, ну, вот, как раз свои компетенции представляет. – Я правильно. – И может в качестве как раз эксперта выступать при создании. К тому же у нас есть отдельная, ну, дочка «Алаба» мотиволога, которая занимается строительством. – А что значит региональные фото в Татарстане, федеральные фото по России, да? – А можно тогда вот еще основной слайд с блоками? Ну, вот, Комендарь, можно? Денис, да? – Да. – То есть здесь, ну, по первой части мы с Денисом обсуждали очень интересный проект, очень масштабный, и иногда мы, там, видим свою роль какого-то здесь, как возможного какого-то там лоббиста-интегратора, значит, вот этой большой системы. Вот здесь вот, да, я вот здесь с коллегой согласен, что потенциал здесь не только создать коробочный продукт для индустриальных парков, да, то есть как им управлять, но это вот общеэкономическая задача, да, это создание вот этих цепочек, цепочек создания стоимости, да, то есть есть индустриальный парк, но у него задача там, ну, потенциал здесь, да, вот, как обеспечить интеграцию, возможно, между резидентами. – Раздругими индустриальными парками. – Всегда это возможно. А? Конкретный индустриальный парк. Эта система, если она будет открытой там, не только для управляющей компании, то есть потенциал ее первое. Это в возможности там создания какой-то интеграции между резидентами самими, да, потому что часто вот я тоже, как там был директором там, прото там индустриального парка, ну, там разные там компании были, они даже не знали, что делали соседи, ну, то есть просто тупо не знали. Там, да, мы поговорили, покурили, а, ну, что давай, да, что-то там они там, ну, в принципе, там интеграция как правило. – А, не можно знать. – Конечно. – Это же потенциал. – А кооперация? – Это же потенциал. – Смежно. – Тогда, по идее, нужно дальше делать. – Конечно. Если мы делаем не просто, короче, как эффективно управлять, значит, внутри индустриального парка, да, самой управляющей компанией, вопрос дать ценность дополнительную резидентам, а самое-то главное, там, да, если сделать продукт единым там, условно, для всех, это возможность интеграции. – То же управление отраслью будет? – Ну, да. – Вот здесь потенциал, и он, конечно же, да, вот, дальше идёт в эту общую систему. – Вот это потенциал на сегодняшний день, при том, что парки заполнены 50%, у нас 2800 резидентов поевших парков, когда они заполнены полностью, там, порядка 6000 резидентов ушли по потенциалу, интеграции. потому что Советский Союз, ну, что делать? Они же не устраивают эту систему цепочек, да? – Да. – А сейчас, как бы, да, у нас эти цепочки формируются в рамках только больших корпораций, там, будет Ростелек, там, что-то пытается делать и так далее. А вот это вот история современной технологии, которая может позволить создавать новые цепочки стоимости. – Ну, в данном случае, извините, пожалуйста, не стоимости, а ценности. В связи с этим вопросом, какую ценность вы несете резидентам? – Можно как-то акцентировать это внимание? – Цена же, она потом всегда выражается в стоимости. – Она, как минимум, в экономии. – Знаете, все-таки это разные вещи. – Я хочу заплатить поменьше, а ценность получит половину выражается. – В экономии затрат резидентов. Можно использовать централизацию функций. – Я сейчас расскажу пример. – Я это, как бы, обратно. – Расскажу пример. Приходит к нам недавно. Вот это сейчас процесс происходит в октябре. Канадская компания. Это глобальная компания, но она изначально канадская. Они работают в России много лет. И они производят нефтесервисное оборудование. Они понимают, что сейчас для того, чтобы дать сейчас тендеры Роснефти, Газпром и так далее, им нужно иметь статус Made in Russia. И, естественно, что делают? Они говорят, окей, найдем площадку, пришли к нам, помогите нам. Уже есть сервис подбор площадки. Говорят, какие у вас критерии? Я начинаю задавать свои привычные вопросы. Сколько вам надо площадей, электричества? Они говорят, это все у нас ничего специального. В принципе любая подойдет. Я говорю, а география у вас какая? Они говорят, вся страна. Нам купят. Самый главный критерий. Найдите нам, пожалуйста, индустриальный парк, в котором нам смогут изготовить трубку из прокаленной стали с определенными техническими параметрами. Я вам сейчас их пришлю и присылаю на технические параметры. И мы что делаем дальше? Этой системы нет. Мы в ручном режиме. Всем паркам. Слава Богу, у нас есть такой ресурс. Дима нажатил кнопки, нажимает это, оказывается хуже во всех парках. И мы получаем со всей страны консолидированную историю. Не, 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 не. Сперва руководители управляющих компаний с экселем бегают по резидентам и спрашивают, что они произвольны. О, да, кстати, да. Это просто да. А потом оно как-то вам... И потом из этих 250 парков, которые мы деклалируем в наших инвизорах, у нас остается 16, которые, по крайней мере, думают, что их резиденты способны сготовить. И они готовы разместиться рядом с ними? 17. С производительной трубки? Они привяжутся к ним. У них там... У них ничего специального. Они просто арендуют в тысячи квадратных метров и будут собирать все.